Дорогие друзья, Дуся вернулась из путешествия по Санкт-Петербургу, вернее из гостей от бабушки и готова принимать участие в наших приготовлениях. Дуся! Итак, значит, Дуся, ты остаешься вот здесь. Дуся! Дуся! Лучше Дусю под стол. Дуся вообще как бы... Старенькая тетушка. Ей уже как-никак 15 лет. Поэтому... Эквилибри... Эквилибристически... Эквили... Поэтому для Дуся акробатические этюды. Но это, в общем, не самое подходящее развлечение. Значит, сегодня что я делаю? Я делаю сегодня... Вы просите соусы. Поэтому я буду делать сегодня аджику на мой манер, так как я вижу и так, как она должна быть вкусной. Значит, если у кого-то будут какие вопросы, пишите в комментариях. Вот здесь у меня чашечка, в которой я все буду месить. Основа будет у меня томатная паста. Не кетчуп, как делают многие, а именно томатная паста. У меня получается 70 граммов. Трижды 7, 210 граммов томатной пасты у меня отправляется в чашку. Буду проговаривать сразу цифры, чтобы вы могли потом себе записать куда-нибудь. Дорогие друзья, не путайте с грузинской аджикой. Это соус, который мы все прекрасно знаем во всех шашлычных в России. И не только в России он есть. Спрашивают, вам шашлык с аджикой подавать или без? Это соус. Это не та приправа, которая делается на основе чеснока и чили перца. Хотя он и здесь и будет присутствовать, но немножко не то. Это все-таки шашлычная приправа для мяса, для птицы, для рыбы. Это можно овощи туда макать, это можно жареные на костре лаваш туда макать. Это будет вообще такая бомба. Так, третью баночку я отправил сюда. Дуся, перестань. Получилась вот, видите, густая томатная паста. Не соленая, не сладкая, просто чистая концентрированная томатная паста. Маленький зубчик чеснока. Маленький-маленький зубчик чеснока. Видите, как накоточек на мизинце. Что я делаю? Я давлю, сыплю соль и делаю вот такие движения. Превращая тем самым зубчик чеснока в пасту. Вы знаете, большинство поваров ленивые люди. Чтобы не мыть чеснодавку. Вот в такую пасту превратили. И сюда сразу же. Специи. Специи сюда можно добавлять разный. Кориандр рассушеный. И кто-то добавляет чуть-чуть зиру. Я добавляю смесь перцев. У меня здесь черный, белый, зеленый и розовый. Почему я добавляю только эти специи? Только эти пряности. Да потому, что у меня здесь будет еще грузинская аджика. Та самая настоящая, которая делается из чеснока, из сушеного перца чили. Кто-то делает ее с травами, кто-то без трав. В общем, разные есть варианты аджики грузинской. У меня вот смотрите, вот такая. Майя, ты не смотри этот ролик, потому что я делаю совсем другое. Не ругайся на меня. В зависимости от остроты аджики, регулируйте. У меня она средней остроты. И я хочу, чтобы мой соус был поострее. Поэтому я сюда добавляю вот чайную ложку грузинской ароматной аджики. Добавляйте по чуть-чуть, размешивайте, пробуйте. Если поймете, что будет остро, перестаньте добавлять, потому что у меня здесь еще будут разные другие ингредиенты. Смотрите, добавил только чеснок и грузинскую аджику, а уже мой соус стал превращаться в произведение гастрономического искусства. Маринованный перец. Вы знаете, не все добавляют маринованный перец. Это прям он со вкусом кислоты такой, ну, маринованный, в уксусе. Он практически не острый, чуть-чуть только, да? Я его добавляю для вкуса. Вот, знаете, в таком соусе, как аджика, не хватает вот чего-то маринованного всегда. Несмотря на то, что я там чуть позже буду добавлять уксус туда, обязательно. Я с большим удовольствием использую в подобного рода соусах маринованный перец. Перец я порубил помельче и отправляю его вот сюда. Каждый раз все перемешивайте для того, чтобы уже томатная паста насыщалась всеми ароматами и вкусами. Как без кинзы? Никак. Вот это, наверное, один из немногих моих рецептов, где я говорю, кинза здесь должна быть обязательно. Причем со стеблями. Стебли рубим помельче, зеленушку тоже помельче. Кинзу я отправляю к томатной пасте. Зеленый лук. Большинство моих друзей, которые делают шаурму или шашлыки, шашлычников, я имею в виду, ребят, которые работают в ресторане на гриле, они используют для приготовления соуса к шашлыку, ну вот, вот такой аджики, как я делаю сейчас, используют репчатый или красный лук. Так как у нас сейчас лето, и моя задача, и ваша задача выжать все, все вкусы из летних овощей и трав, то, безусловно, вы должны использовать зеленый лук, потому что он ароматней и не такой ядреный, как репчатый. Можно еще разочек пройтись по самой нарезке, для того, чтобы раздавить лишний раз. Видите, он даже сок начинает давать. раздавить лишний раз, запустить соки, выпустить, вернее, оттуда соки, для того, чтобы такой аромат, когда вы смешиваете, на одной доске режете лук, потом укроп, кинзу, кухня наполняется ароматами, и ваш, например, друг или, может, муж, я сейчас к девушкам обращаюсь, и вот вы стоите и делаете вот такой соус, а там ваш муж маринует шашлык, и так ароматы разносятся по квартире, он говорит, дорогая, ты что там делаешь такое ароматное, вкусное, ты говоришь, это к твоему шашлыку, дорогой, соус вкусный, и у меня, значит, есть еще петрушка, почему я добавляю в аджику петрушку, можно добавлять только, например, кинзу и укроп, можно петрушку не добавлять, вот эта петрушка, она с огорода, потому что, когда я ее у бабушки покупал, я реально оторвал листочек и понял, что наконец-то пошла настоящая ароматная огородная петрушка, я за ароматные травы, если петрушка ароматная, добавляйте, если она вата, не добавляйте, все должно быть очень-очень ароматно, если у вас есть красный базилик, добавляйте, тархун или эстрагон, добавляйте, любые травы приветствуются, потому что это все-таки летний вариант, это шашлычный вариант, такая блин яркая вкусная аджика и следите за солью, потому что та грузинская аджика вот эта сухая, ну ее знаете так называют сухая, потому что вообще еще есть вариант сухой, которая вообще рассыпчатая, высушенная, так вот эта аджика она соленая, поэтому не переборщите с солью, все это нужно тщательно перемешать, почему например я делаю на томатной пасте аджику, да, там они на натуральных помидорах кто-то скажет мне на натуральных помидорах вкуснее брат, томатную пасту все любят не только в России, вот смотрите у нас советская кухня вся была построена там, да, большая часть на томатной пасте, почему, потому что концентрированный томат, а в томате содержится большое количество умами, это вкус шестой, тот самый, у нас же пять вкусов всего, кислый, соленый, сладкий, горький, и умами как раз является так называемым японцы называют его мясным вкусом, но это как раз вот то, что содержится например в пармезане, глютамат натрия еще знаете вот синтетический тоже это вкус умами по сути это то, что является сильным усилителем вкуса, так вот томатная паста она реально в любом блюде усиливает вкус и сам томат если он спелый и сладкий да, какая получается гамма вкусовая как мы любим каждый русский человек да не только русский человек любит просто обожает ждет лето когда начнется томат смешать его с луком полить ароматным маслом вот как раз вот эти вот вот этот вкус умами так называемый шестой вкус ой пятый вкус вот он и является натуральным усилителем вкуса он есть в водорослях в грибах много где об этом можно почитать я добавил сюда немного масла оливковое у меня масло для жарки я не люблю горечь можно добавить просто растительного главное чтобы она была нейтральная без всякого лишнего аромата теперь я сюда добавляю воду вода должна быть питьевая воды добавляем знаете сколько столько чтобы у вас приобрела тягучую понятную текстуру то есть это все-таки должен быть соус это не намазка вот нам на хлеб да это не паштет никакой вы понемножечку добавляйте воды размешивайте потому что знаете что такое томатный сок томатный сок это та же самая купленная в том же самом месте томатная паста разбавленная водой кто-то добавляет соль-сахар кто-то не добавляет но вот в общем мы добавляем воду в наш соус приближаем его по количеству воды как раз к томатному соку только здесь у нас уже идут процессы обмена вкусами такие как кинза с луком смешиваются вот смотрите вот в принципе уже он какой-то такой ну вот очень похож на соус который продают в бутылках я-то люблю чуть пожиже немножко его поэтому в зависимости от ваших пожеланий всегда регулируйте вот такой примерно жиденький соус должен получиться вот смотрите я его мешаю видите он-то такую форму еле-еле держит форму вот когда его уже все довели до нужной консистенции теперь нужно довести по вкусу попробуйте его добавьте соль кто любит добавьте сахар я сахар добавлять не буду значит я еще немного добавлю смеси перцев обязательно добавлю пол столовой ложки яблочного уксуса вот так перелил он у меня получился довольно острый в общем как я и хотел когда он стал настоящим я никогда такой вкус на аджику не делал на томатном соке чуток жижи соль там уже коменды батенька так вы соль так любите да все должно быть вкусно все должно быть вкусно все доведите его по вкусу как вам нравится если вы понимаете что вы переборщили уксусу например или соус получился слишком кислый ну добавьте немножко сахарку туда вот самое важное что нужно знать вот это бомба можно без мяса пожалуйста мне положить без мяса что самое главное нужно знать об этом соусе перед употреблением его следует поставить в холодильник хотя бы часа на три для того чтобы вот эти все кислоты и вкусы соль травы чтобы все вкусы поженились чтобы он стал полноценным вы когда его сделаете попробуйте в начале потом часа два три четыре он постоит лучше всего даже знаете сколько в ночь вечером сделали завтра на шашлыки собирайтесь сегодня сделали поставили его он довольно долго будет храниться самое главное держите его в холодильнике ну или вообще зачем его хранить взяли и съели потому что через 4-5 часов он будет вообще прям мега бомбический очень-очень вкусный к любому мясу еще раз повторяю дорогие мои подписчики вы не забывайте что на моем канале два раза в неделю появляются новые видео приглашайте своих друзей кто интересуется приготовлением пищи оставляйте комменты пишите как вы уже поняли я читаю ваши комменты отвечаю и стараюсь сделать что-то что вы просите на канале ну супы там соусы начал делать поэтому периодически буду выкладывать соусы приятного аппетита дорогие друзья